Всем привет, с вами Encrypted и в эфире наш 60-й дайджест крипто новостей, из которого вы узнаете, как прошел листинг Robinhood на Nasdaq, какой убыток потерпели Tesla и MicroStrategy от холда биткоина, а также как Binance борется с регуляторами разных стран. Поехали! Как вы заметили, это дайджест веду я один. Вместо Вани у нас сегодня Ваня замените. Поэтому предлагаю просто перейти к новостям. Президент Украины подписал закон о платежных услугах. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о платежных услугах, благодаря которому Национальный банк Украины получит право на выпуск цифровой валюты, CBDC, а также на создание регуляторной песочницы для тестирования инновационных продуктов. Кстати, по поводу регуляции крипты в Украине, по поводу государственного CBDC и по поводу всего, что касается отношений государства и криптовалют, мы говорили в интервью с нашим замминистром цифровой трансформации Александром Барняковым. Можете посмотреть интервью вон там и по ссылке в текстовой версии этого дайджеста. PayPal запустит супер приложение для работы с криптой. Платежная компания PayPal сообщила о скором запуске нового криптокошелька с возможностью стейкинга. Также там будет встроенная нейросеть машинного обучения для создания цепочек умных платежей. PayPal ставит задачу стать стартовой площадкой для всех желающих упростить свой первый опыт работы с криптовалютой. По словам SEO PayPal Дэна Шульмана, при разработке использовались уникальные технологии, искусственный интеллект и машинное обучение. К тому же, код программ уже готов и в ближайшие месяцы будет запуск в США. Кстати, по состоянию на 30 июня количество активных пользовательских аккаунтов на платформе PayPal превысило 400 миллионов. Объем платежей за второй квартал составил 311 миллиардов долларов. Онлайн-брокер Robinhood провел долгожданное IPO. И оно получилось не таким успешным, как ожидалось. Онлайн-брокер Robinhood в рамках IPO продали 55 миллионов акций класса А по цене 38. Это нижняя граница диапазона 38-42 доллара, что эквивалентно 2,1 миллиарда долларов. И рыночная оценка компании при таком раскладе составляет 31,8 миллиарда долларов. С учетом опционов на акции для сотрудников и других подобных активов, стоимость компании будет ближе к 33 миллиардов долларов, пишет Bloomberg. Цена размещения говорит о том, что IPO Robinhood не вызвала такого же ажиотажа на рынке, как другие громкие литинги этого года. И как бы в подтверждение этих слов, цена на литинге IPO Robinhood упала ниже цены размещения. Акции компании в первый же день торгов на бирже Nasdaq подешевели на 8,3%, опустившись до 34,8 доллара за акцию. По итогам первого дня торгов ее капитализация составляла 29,1 миллиарда долларов, при цене размещения почти 32 миллиарда. Что интересно, практически все IPO последних лет очень хорошо стреляли, кроме Robinhood, который, казалось бы, должен был тоже хорошо выстрелить. Возможно, ситуация с неудачным IPO Robinhood связана с тем, что происходило в начале года. Если вы помните, WallStreetBets объявили войну крупным хедж-фондам, а Robinhood, который должен был быть на стороне простых инвесторов, выступил на стороне хедж-фондов. И можете посмотреть подробно об этой ситуации в одной из наших первых дайджестов в этом году. В Китае может быть полный запрет криптовалют. Один из ранних сторонников биткоина в Китае и основатель биржи BTCC, Bobby Lee, считает, что власти Китая могут усилить давление на криптовалюты и запретить владение биткоином. Следующим шагом, который они могут предпринять, может стать полный запрет всех криптовалют. Мы давно слышим, что в Китае запрещены криптовалюты. Технически это не так. Любой может владеть биткоином, покупать и продавать его. Но когда курс биткоина достигнет 500 тысяч или 1 миллион, Китай может полностью запретить его. Заявил Ли в интервью Bloomberg. А вот Fidelity считает, что биткоин может повторить путь золота 70-х годов. Сейчас мы видим график биткоина с минимума 2019 года по сравнению с золотом 70-х годов. Это сравнение очень субъективное, но очевидно, что поначалу цена на золото тоже была очень нестабильной. Как и сегодня цена в биткоине. Таким образом, я считаю, что текущая просадка биткоина в 50% может рассматриваться лишь как препятствие на пути к успеху. Об этом заявил глава отдела макроэкономических исследований компании Fidelity Investment Джуриен Тиммер. Может быть, просадка на 50% это действительно лишь препятствие на пути к успеху биткоина. Но тем не менее, она очень влияет на портфели держателей биткоина. Даже портфели компаний. Вот, например, Tesla выпустили отчет за второй квартал. Исходя из отчета, видно, что компания не продавала и не покупала дополнительных биткоинов во втором квартале. Более того, они холдили биткоин в минус 23 миллиона долларов по состоянию на 30 июня. То есть на конец второго квартала. А знаете, кто еще холдил биткоин в минус по состоянию на второй квартал? Это MicroStrategy. Согласно отчету MicroStrategy, по состоянию на 30 июня, находящиеся на балансе 105 тысяч биткоинов оценивались в 2,5 миллиарда долларов. А убыток по итогам второго квартала составил 424 миллиона долларов. При этом средняя стоимость покупки биткоина MicroStrategy равняется 26 тысяч долларов. Что делает ее инвестицию прибыльной на долгосрочной дистанции. Более того, SEO компании Michael Saylor заявил, что они и дальше будут продолжать покупать биткоин. Кстати, не один Michael Saylor так оптимистично настроен на биткоин. Киты купили 170 тысяч биткоинов за последние 6 недель. Согласно данным сантимент, крупные киты, это кошельки, на которых содержатся от 100 до 10 тысяч биткоинов, продолжают скупать биткоин для долгосрочного хранения. Пока слабые руки от него избавляются. За 5 недель на крупных кошельках было накоплено 130 тысяч биткоинов, а за последние 10 дней добавилось еще 40 тысяч монет. Что в общей сложности составляет 170 тысяч биткоинов. Это порядка 6,3 миллиарда долларов. Малайзия планирует запретить Binance. Комиссия по ценным бумагам Малайзии обвинила криптобиржу Binance в незаконной работе на территории страны, а также обязала отключить веб-сайт и мобильное приложение в регионе. Согласно малайзийским законам, все криптобиржи должны быть зарегистрированы в качестве официальных рыночных операторов. Регулятор предупредил биржу, что у нее есть 14 дней, начиная с 26 июля, на прекращение деятельности в Малайзии. В то же время SEO Binance заявляет, что мы хотим иметь лицензии везде. SEO Binance Jumping Jao заявил, что хочет получить лицензию везде и рассматривает возможность создания нескольких региональных штаб-квартир. Мы хотим иметь лицензии везде, заявил CZ. Также он добавил, что биржа хочет везде работать с регулирующими органами. И что интересно, возможно Binance уже начал шаги навстречу регуляторам. Например, новость о том, что Binance останавливает торговлю криптодеривативами в Европе. Они заявили, что ограничат доступ к деривативным инструментам в европейских странах, начиная с Германии, Италии и Нидерландов. С немедленным вступлением в силу пользователи из этих стран не смогут открывать торговые счета на фьючерсных или деривативных продуктах. С более поздней даты, которая будет объявлена в дальнейшем, у пользователей будет 90 дней на закрытие позиций, сообщили в Binance. Также Binance снизили лимиты вывода средств для неверифицированных аккаунтов с 2 биткоина в день до 0.06 биткоина в день. Как раз тот день, когда мы записываем этот дайджест, 30 июля, эфиру исполнилось 6 лет. За эти 6 прорывных лет эфир занял второе место по капитализации. На его блокчейне было запущено более 3000 децентрализованных приложений. А стоимость эфира с момента запуска выросла на 234 тысячи процентов. 4 года назад эфир был на слуху из-за темы ICO. И когда хайп завершился, про него немного подзабыли. Но сейчас эфир снова во всех новостях из-за темы NFT и DeFi. Это говорит о том, что эфир очень важная часть криптовалютной индустрии. Желаем ему еще большего развития и скорейшего запуска эфир 2.0. В честь дня рождения эфира мы выпустили целое видео с 7 причинами, почему эфир может вырасти в ближайший год. Кстати, интересная фишка. В блокскан теперь добавили возможность мониторинга всех транзакций по всем кошелькам в различных сетях. Разработчики Этерскан добавили в блокскан возможность мониторинга всех кошельков по одному адресу в различных сетях. На данный момент сервис поддерживает 17 сетей, включая эфир, BSC, HECO, Polygon и другие. Этот сервис полезен тем, что пользователи могут быстро вводить адрес кошелька или транзакций и получать результаты с различных блокчейнов. Также будет полезно проверить, где у вас завалялась крипта на кошельке и в какой сети. Кстати, это можно проверить и в Zerion. У нас скоро выйдет обзор Zerion и интервью с основателем Zerion. В этом интервью Ваня задал много интересных вопросов, включая о том, будет ли у проекта токен и почему на Zerion равняются все остальные проекты с точки зрения дизайна. 1inch раздаст 10 миллионов токенов 1inch Foundation с 1 сентября раздаст 10 миллионов токенов 1inch сообществу в качестве возмещения затрат на газ. Чем больше у вас застейка на токенов 1inch, тем больше процент от потраченных средств на газ будет вам компенсирован. Litecoin залесили на DVIDX. Децентрализованная биржа DVIDX добавила новую торговую пару на свою платформу. Litecoin в паре к доллару. Пользователи также могут торговать бессрочными контрактами с 10-м ключом с нулевой комиссией за газ. Платформа планирует добавлять несколько новых торговых пар в неделю из наиболее ликвидных пар из сектора DeFi. DeltaTeta наконец-то запустили Mainnet. Опционы на DeltaTeta уже запущены в Mainnet Ether. Доступные активы Ether, Delta, DAO, а также HAPI. Bitcoin и BNB будут добавлены чуть позднее, а также позже будет добавлена Binance Smart Chain. О том, как это работает на практике, какие стратегии в опционах бывают и как на этом заработать, мы обсуждали SEO DeltaTeta на нашем стриме. Очень рекомендуем посмотреть. Ссылка будет, сами знаете где. ЭКО привлекли 60 миллионов в новом раунде финансирования. Раунд возглавили Activant Capital и El Cateron с участием Anderson Horowitz, Lightspeed, Lion3 Partners, Valor Equity Partners и другие. А вот что такое ЭКО и какую ценность он несет, можно посмотреть в нашем старом видеообзоре. Это, кстати, первое 4К видео на нашем канале. Да-да, у нас не всегда были видео в 4К на нашем канале. К хорошему быстро привлекаешь, да? За это, кстати, вы можете поставить лайк. Блокфолио, который купил FTX, переименовали в FTX. Очень-очень креативно. Популярное криптовалютное приложение Блокфолио теперь официально переименовано в FTX. Мобильное приложение FTX или приложение FTX. Это изменение не повлияет на качество отслуживания клиентов, как заявили в FTX. Сэм Бенконфрид прокомментировал эту новость. Переименование Блокфолио в FTX ставит окончательную точку в нашем приобретении Блокфолио. Это удваивает наши обязательства быть криптоторговой платформой номер один, как для розничных, так и для институциональных пользователей. Ребрендинг Блокфолио демонстрирует нашу приверженность мобильной торговле и является еще одним шагом в развитии нашего бренда в глобальном масштабе. Также это позволит нам ввести новые функции на рынок и улучшать пользовательский опыт. Кстати, Блокфолио FTX купили еще в августе 2020 года. Кальмар объявили о партнерстве с NarvalSwap. Дезинерализованный банк Кальмар объявил о партнерстве с NarvalSwap. Новое партнерство позволит внедрить новые решения для обмена токенов, снизить комиссию и проскальзывание до 0.01% за сделку для пар с достаточной ликвидностью, таких как UST, BUSD, что является важным решением при обмене больших сумм. О более детальном проекте можно узнать в нашем недавнем АМА с ребятами из Кальмар. Акаш объявили о партнерстве с Filebase. Вместе с Filebase и Акаш разработчики и компании теперь смогут быстро перейти с Amazon Web Services и Google Cloud на децентрализованную сеть облачных провайзеров со снижением затрат до 85%. Благодаря интеграции с Filebase теперь пользователи могут создавать резервные копии, восстанавливать и переносить базы данных, работающие на Акаш, к постоянному хранилищу SIA, Skynet или Storage. К тому же сейчас можно получить 1 терабайт облачного хранилища и 100 долларов в токенах Акаш на развертывание своих приложений. Для этого достаточно заполнить форму, а форма будет в текстовой версии этого дайджеста. На этой неделе у нас прошел стрим по криптоиграм. Как заработать играющий, play to earn, все что вам нужно знать. Мы с ребятами из CryptoGaming Pool и CryptoGamers совместно с Гарри обсудили этот интересный тренд, как на нем заработать, зачем нужно следить и все остальное. Очень интересно, рекомендуем посмотреть. Если вы не можете посмотреть, то почитайте текстовую выжимку у нас на сайте. Кстати, если вы смотрели стрим, то в текстовую выжимку все-таки стоит заглянуть, потому что там есть ссылки, о которых говорили ребята. Кстати, по поводу стримов. Вы можете просить нас звать тех или иных гостей, обсуждать те или иные темы. И мы будем прислушиваться к вашему фидбэку и звать гостей и обсуждать интересные темы. Мы перезапустили старую рубрику «Успешный трейдер» и нам нужен ваш фидбэк. Как стать успешным трейдером и зарабатывать от 1000 долларов в день? Без начальных вложений, без опыта в трейдинге, тратя при этом всего 30 минут в день. Привет! Мы пересняли старое видео про «Успешный успех» и выложили его в Инстаграм, потому что Ютуб не любит такие короткие видео, потому что он, видите ли, не зарабатывает на рекламе в таких видео. И если вы хотите продолжение, то оставляйте фидбэк в нашем Инстаграме. И ставьте лайки, подписывайтесь, все вот это такое. Если вам вдруг не хватило Вани в этом дайджесте и даже не хватило Вани-заменителя, то можете посмотреть видео «Не играйте против рынка». Там Ваня рассуждает про альтернативные мнения и он же там про это рассуждает, блядь. В общем, там Ваня что-то интересное рассказывает, рекомендуем посмотреть. А еще у нас обновилась коллекция NFT-шек. В этот раз это головы быков. Вот такие. Только не просто черные, а вы сами можете выбрать цвет. Вы получаете NFT-шку, а также вот такую физическую копию головы быка. Все средства пойдут на развитие Encrypted. Мы уже работаем над обновлением сайта, в котором будет очень много полезного для вас. В общем, подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте фидбэк и включайте уведомления. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok